Всем привет, друзья! С вами сегодня Турямбыч. В этом видео будем говорить сразу про несколько тем. Во-первых, про очки исследования. Я расскажу вам, как их можно будет получить со скидкой в ближайшее время. Ну и во-вторых, я покажу вам Ziegfried, немецкий премиумный большой крейсер 9 уровня, который выгодно отличается от Eger. Казалось бы, практически такого же корабля, но со своими фишечками. Ну что ж, поехали! Небольшой ликбез про очки исследования и зачем они нужны. Если вы уже все это знаете, можете смело промотать на минутку вперед. Ну, а если нет, рассказываю. У вас в порту должно быть 5 кораблей 10 уровня, причем неважно, прокачиваемые они или купленные за ресурсы. Тогда у вас появится вот такая вот кнопочка «збросить». Вы полностью разучиваете всю ветку, она будет у вас не изучена. Продаете за половинную стоимость все корабли и вынуждены будете пройти заново всю ветку и сыграть хотя бы один бой на каждом из кораблей, начиная с 5 уровня до 10, чтобы получить очки исследования. За первый проход в квартал вы получите 20 400 очков исследований. За последующие будете получать 20 800 и 10 400. Вот так вот. Соответственно, где потратить эти очки? После того, как вы получили 5 кораблей, заходите в «Адмиралтейство» и у вас появится вот такая вот закладочка «бюро исследований». Ну, здесь, соответственно, можно получить различные корабли, модернизации и всякие там сигналы за очки исследований тоже можно получить. Чем интересны эти корабли? Они, пожалуй, любопытны. Они любопытны именно для тех игроков, которые уже давно играют и хотят попробовать что-нибудь новенькое. И, пожалуй, что все эти кораблики, которые там представлены, ну, может быть, за исключением Кольберта, очень даже любопытны в плане геймплея. Я надеюсь, что вы для себя сможете что-нибудь подобрать. Ну, а теперь, собственно, лайфхак про очки исследований. Дело в том, что в ближайшее время будет у нас день военно-морского флота. Там будут свои фишки, свои мульки. Это вы можете посмотреть на портале. Но главная тема – это скидки, бонусы и всякое остальное. Ну, так вот, в течение празднования, это будет неделя, я сейчас не берусь сказать, по-моему, с 23-го числа неделя, вы сможете каждый день получать плюс 100 к опыту за первую победу в день и скидку при приобретении кораблей от 2-го до 10-го уровня. То есть, что вам нужно будет? Вам нужно будет прямо сейчас, без смс-регистрации, подписаться на канал, ставить лайк. Нет, не в этом дело, конечно, но это тоже вы сделаете. Вам надо будет сбросить ветку сейчас по 100-процентной цене. И когда вы будете выкачивать ветку обратно, после 23-го числа у вас будет 30-15-процентная скидка на покупку самых дорогих кораблей. Таким образом, вы, во-первых, сэкономите серебро, а во-вторых, сэкономите опыт, потому что за первую победу в день вы будете получать удвоенное количество экспы. Мелочь, конечно, но, тем не менее, приятно. Далее, друзья, теперь про Зигфред. У нас уже есть в игре эти оба корабля, и Эггер и Зигфред достаточно давно. Но почему мне больше Зигфред нравится? У Зигфреда есть орудие, у Эггера есть, ну, что-то типа орудия. 305 мм, к сожалению, они очень косые, и реализовать их весьма сложно. К тому же, на большом расстоянии у них слабое пробитие, а на ближнем расстоянии слабая броня. Поэтому Зигфред служит эдаким таким вариантом Эгера, только уже Эгера нормального человека. У него есть артиллерия в 380 мм, перезарядка здесь порядка 23 секунд. Дальность 26, весьма комфортная для стрельбы. Если вы поставите здесь вот этот вот модуль, вы будете чувствовать себя весьма комфортно. Вам достаточной дальности и быстрая перезарядка. Все это вам хватает для того, чтобы стрелять. Здесь, кстати, немножко улучшенный противоминный калибр. Но, к сожалению, здесь слишком мало башен ПМК, чтобы в действительности как-то пытаться его реализовать. Хотя раньше Эггер и Зигфред были вполне себе даже ПМКшными крейсерами. Сейчас, к сожалению, и перки все это не позволяют делать. Если посмотреть на живучесть и броню, корабль весьма слабо забронирован. На самом деле 190 мм бортовой бронепояс. Если здесь посмотреть глубже, есть противоторпедная переборка. И дальше уже отправляется сама Цитадель. Смысл в том, что на ближнем расстоянии, скажем, там километров ближе, чем 15, Зигфред и Егер очень уязвимы для огня противника, если они не идут носом. Ну, если идут носом, в принципе, более-менее танкануть здесь можно. Хотя носовая обшивка здесь всего 27 мм. И дальше идет траверс Цитадели в соточку. То есть линкоры с крупным калибром без проблем берут эти корабли и в нос. Поэтому для супер ближней дистанции здесь нужно подобрать момент. Да, здесь есть торпеды. Их по 4 штуки на каждый борт. Здесь есть маскировка 12 км, маневренность. Неплохая скорость для такого крупного корабля. И более-менее неплохое ПВО. Не будем вдаваться сильно в характеристики. Это все можно посмотреть в игре. Что касается перков командира, здесь тоже особо каких-то серьезных требований нет. Желательно возьмите отчаянного, инвиз и берите тяжелые ББ-снаряды. В отличие от того же Егера, Зигфред работает ББшками. Егер, к сожалению, иногда приходится на нем использовать вот эти вот слабые фугасные снаряды. Вследствие того, что корабль достаточно часто горит, возможно, вам придется брать именно вот такую вот компоновку на систему борьбы за живучесть. Но мы сегодня с вами рискнем и немножко поиграем без этого, без этой модернизации корабля. Попробуем поиграть именно от динамики и от маневра. Чем хорош Зигфред по сравнению с Егером? Конечно, в первую очередь это дальность стрельбы. Она комфортная здесь. Во вторую, это, конечно, артиллерия. С одной стороны, пушек, конечно, меньше, чем на Егере. Но увеличенный урон, и это раз, потому что, когда Егер выбивает цитадель, такой, о, цитадель, а там 9 тысяч дамаги. Ты такой, блин, это что за цитадель такая? В общем, цитадели вылетают, но не очень такие классные. И на Егере крайне сложно, допустим, отцитаделить какой-нибудь линкор. То есть, это надо делать прямо в каком-то супер ближнем бою. На большем расстоянии с цитадельками начинаются проблемы. И уверенно, цитадель линкора можно только вблизи. Зигфред же может себе позволить за счет хорошего калибра давать цитадельки не только крейсерам, но и линкорчикам, скажем, американским, может быть, каким-то французским. Ну, в общем, те, которые обладают возможностью отдавать цитадели. К тому же, Ямато, кстати, тоже цитки можно выдавать на больших расстояниях. Это плюс. Оба корабля, Егера и Зигфред, обладают хорошей баллистикой. Но, пожалуй, все-таки вот этот вот ужасный разлет с Егера меня лично бросает в дрожь каждый раз, когда я стреляю. У меня горох во все стороны летит. Почему-то, кстати, ну, естественно, оба корабля, они напоминают семерки, линкоры. Один напоминает Шархорста, другой напоминает Гнезинау. Мне Гнезинау очень нравится в плане стрельбы, потому что периодически она, несмотря на свои шесть орудий, выдает цитадели даже от одного, грубо говоря, попадания. То есть ты стреляешь, у тебя все в молоко, один бац, и вот тебе попадает цитадель. Ну, точнее, не тебе, а противнику, что, конечно, хорошо. Вообще Гнезина вот у нас, кстати, находится прямо рядом со мной. И она, конечно, интереснее, как-то не странно, потому что у нее есть бронирование. В отличие от Зигфреда, у Зигфреда броня очень слабая. Она кажется вроде как бы большая, на самом деле, но это всего лишь 190 миллиметров. И когда вы попадаете против десяток, там у вас начинаются прям конкретные проблемы. Ладно, мы с вами не будем унывать. Ну, очень похоже, да? Мы с вами не будем унывать, мы с вами пойдем вперед и будем сейчас пытаться реализовать нашу с вами артиллерию. Артиллерия здесь действительно годная. Вообще, вот когда меня спрашивают, Турямович, скажи там, какой корабль ты посоветуешь купить для фарма? Я говорю, ребят, берите корабль, на котором есть орудие. Потому что корабль, на котором нет орудия, он смысла никакого не имеет. Естественно, когда мне говорят, что ты, Турямович, выберешь, Померн или Марко Поло. Я говорю, ребят, ну, у Марко Поло есть калибр, у Померна есть дробь и горох, которым он там стреляет в среднем бою ближнем. А поскольку корпус у него очень мягкий, то делать он это долго не сможет, рано или поздно рассыпется пополам. Поэтому я лично выбираю Марко Поло. Кстати, пацаны, у нас по-прежнему проходит конкурс комментаторов. Кто пишет комментарии со своим игровым ником, имеет шанс попасть в наше видео. И в конце этого видоса мы тоже посмотрим, кто же получит бонус-коды за свои комментарии. Поэтому я вас прошу, напишите, пожалуйста, какой прем-корабль 9-8 уровня вам нравится больше всего. Мне было бы интересно провести вот такой вот анализ, кому какой прем больше всего зашел. Оп, а вот и, кстати, Миссури. А вот и Советский Союз. Так, Миссури это хорошо. Ну, как хорошо? Не очень, конечно, хорошо. Калибр у меня маловато все-таки против Миссури в нос. Можно, конечно, что-то попытаться тут сделать, но пока что, наверное, не будем с этим спешить. Это неустрашимо идет на точку С. Я вот, ребят, говорю, давайте сделаем видос, где я буду рассказывать, какие вещи не надо делать на эсминце. И вот одна из таких вещей это уход в дымы и закрытие дымами всех противников. И получается, что они тебя вот сейчас видят, а я их, к сожалению, не вижу. Поэтому, ребят, пожалуйста, не делайте такую ошибку, не заходите в дымы и не начинайте оттуда, там, не знаю, что делать. Пытаться делать что-то, что у вас не получается. Не надо этого делать. Пожалуйста, если уж вы зашли на точку, не надо сразу уходить в дым. Ох, красивое попадание по ките. Даем мы. Кита пока еще не заряжена, ну, торпедами. Точнее, вот, наверное, где-то вот только что она их выпустила. Но думаю, что Кита уже в такой позиции вряд ли уйдет. Поэтому мы с вами можем записать ее на свой игровой счет. Даем еще залп в Советский Союз. Возможно, он сейчас, кстати, очень гостеприимно борт свой распахнет для меня, да. Ну, и, как видите, мы совершенно спокойно выдаем здесь цитадель, чего бы на Игоре, мне кажется, добиться было бы гораздо сложнее. Окей. Несколько успешных выстрелов с моей стороны мы, пожалуй, ну, обеспечили себе топ-5 уже в этом бою, как это ни странно. Да, ребят, так и происходит. Учтите, что хорошая стрельба по эсминцам всегда для вас большой плюс. Тем более, если они там либо выше уровнем, либо хотя бы такого же уровня, как ваш корабль. Мы сейчас с вами находимся там, где ничего уже не сможем сделать. Я всегда, когда вот сюда ухожу, обычно уже бой заканчивается с той стороны. И как бы на этом все. Поэтому нам сейчас придется как-то разворачиваться и пытаться все-таки уже пойти туда, где хоть что-то интересное творится. Потому что здесь уже бой, как говорится, на этой части закончен. С другой стороны, противников, вот я смотрю, много они в нижней части карты сейчас находятся. Ой, как красиво расположен Советский Союз. Что тут меня? Инстиллейшн меня здесь собирает спарторанить. Хорошо. Так. Ну, в отличие от... В отличие от линкора, у нас здесь есть в наличии гидроакустика, я имею в виду гнезинау. Ну и мы, наверное, сейчас с вами, пожалуй, что отсветимся. Не будем мы пока что сильно спешить идти вперед. Да, и чуть-чуть сейчас попытаемся отойти. Как видите, как я и сказал, здесь очень слабое бронирование. И танковать, конечно, не стоит на Зигфреде. Особенно в первые минуты боя надо отдать эту прекрасную возможность вашим сокомандникам. Пусть они этим занимаются. Не надо этим заниматься пока, так сказать, пока еще у вас ничего не известно в бою. Потому что еще можно 25 раз проиграть. И поэтому смысла никакого терять ваше ХП раньше времени нет. Так, хорошо. Ну, сейчас неплохо постреляли. Я думаю, немножко правее бы надо взять. Немножко опасно, конечно, я тут стою. Ладно, пойдем левее. Чтобы все-таки была еще возможность дать по какому-нибудь из этих кораблей. Либо по Союзу. Либо, кстати, по Кенжорджу можно тоже дать. Может быть, даже по Егеру. Так, Егер практически стоит. Отдаем ему залп туда. Ютланд где-то спереди находится. Поэтому, наверное, я все-таки сдам гидроакустику. Потому что он где-то уже передо мной здесь находится. Поэтому мы сейчас с вами будем пытаться отвернуть. И не попасть под огонь большей части противника. Союз ко мне, кстати, очень комфортненько так пытается встать. Но нет, наверное... Наверное, все-таки пока не будем мы скидать по Союзу. Хотя, конечно, надо бы его добрать. Но, да, мы пожадничали. В итоге Кенжордж отвернул. И не получилось по нему занести. Союз по мне отдает с кормы. Но давайте. Надо забирать Союз. Что он тут такой одинокий гуляет. Будем его забирать. Где-то, кстати, находится на точке Б вражеский... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. От Миссури может больно пролететь вражеский эсминец. У меня стоит модерка на ПВО. Поэтому, как видите, имеются в наличии проблемы с живучестью башен. Вот. Поэтому надо с ними тоже как-то быть аккуратнее. А то можно вообще остаться без башен в итоге. Без башни быть. Без башенным линкором остаться. Я вижу Щерс, который идет спереди. Пока не хочу никуда стрелять. Совершенно нет у меня такого желания. Миссури, по-моему, смотрит куда-то в эту сторону. Где-то здесь по-прежнему находится Ютланд. Не выпустил он еще торпеды. Ну и... Ага. А вот еще Рацую еще здесь. Ну вот, наверное, это будет поинтереснее для меня сейчас. Мы, опять же, не будем заряжать фугасы. Смысла в этом никакого нету для меня. Угу. Так. А тут опять эти эсминцы. Маленькие, надоедливые эсминцы. Видит меня здесь Шерацую. Попробуем авианосцу как-то намекнуть. Что надо бы. Может быть, он все-таки сообразит. И посветит здесь. Не. Авиководу пофигу. Ладно. У меня заканчивается их даракустика. Поэтому мне смысла нет идти туда. Я буду отворачивать. Черц все равно убили. Ну и противник отступает полным фронтом, как говорится. Да. Ребят, вы когда на авиках играете, старайтесь таких вот ошибок не совершать. Потому что, когда рядом с вами находится в упор эсминец, а вы такой, да, я, пожалуй, тут, ну, типа, там, полетаю. Рядом вот тут бисмарк такой вкусный. Старайтесь этого не делать. Возможно, попаду здесь. Возможно, не попаду. Как говорится, история покажет. Шерацую сейчас у меня с правого борта. Будет пытаться меня подловить на торпеды. Ну, почему бы и нет. Может он такое сделать. Может и имеет права. А мы с вами сейчас прячемся. Мы сейчас с вами прячемся за камушком. Минут 15 остается у нас до перезарядки гидроакустики. Давайте сейчас красиво в борт выпишем тем временем Миссури, который идет параллельным курсом со мной. Шерацую я так мое не собирается заходить на точку и сближаться. Поэтому мы тоже этого делать не будем. Ну и... Немножко удается попасть. К сожалению, на дальнем расстоянии корабль, конечно, не годится для перестрелок. Естественно. Ну, и если даже нет особых проблем у вас с... Дистанции стрельбы слишком... Слишком все-таки мало... Слишком все-таки мало башен. Все-таки нет. Шерацую меня подразвел тут, пока я маневрировал от Миссури. Он меня здесь все-таки на торпедке-то подразвел. Надо отворачивать. Кажется, мы все починили. Надо отворачивать и не попадаться на дамагу от Миссури. Ну, в принципе, конечно, да. Есть вариант еще у нас убежать. Вот очень... Очень неприятный, конечно, здесь получился у нас момент. С одной стороны, я не мог отвернуть, чтобы Миссури по мне не саданул. А с другой стороны, Шерацую все-таки торпедами меня загнал. Включаем габ. Ну-ка, извиняюсь, но мне кажется, что эти торпеды так и нас догоняют. Торпеды идут мимо. Ну, нет, наверное, у меня какого-то стратегического смысла сейчас гоняться за эсминцем. Поэтому пойдем, наверное, немножко покидаем в сторону Бисмарка, который где-то там у нас сверху есть. На! Отомстим тебе! Отомстим тебе, мерзкий Шерацую. Ну, вот как видите, что, естественно, здесь опасная ситуация, в которую, как говорится, не надо попадать. Да, мы тут немножко накосячили. Ну, ничего страшного. Бывает. Так, покуда там все противники сбились в точке J9-J10, ну, хотя бы с кого-то бы дамаги нам неплохо было бы настрелять. Давайте, пусть это будет Бисмарк. Посмотрите, как хорошо пробивает пушки 380 миллиметров на расстоянии, даже на таком Бисмарка, очень хорошо пробивает. Вообще, здесь улучшенная кучность по сравнению с тем же... Так, ну-ка давай. С тем же Гнезинау, но, к сожалению, не улучшенная броня. С броней все не очень здорово. Сейчас будем пытаться отвернуть и при этом дать по Бисмарку. Нашего Китокадзе забирают. Сёку так и не смог ничего сделать вражескому Бисмарку. Не нашел Шерацую и не утопил Бисмарка, и поэтому сейчас ему придется удирать. Ну, я не знаю, честно говоря, какой план у Бисмарка, будет ли он дальше пытаться забрать авианосец. Если будет стрелять по Айвику, то это даст мне несколько дополнительных минут уничтожения вражеского линкора. Да, потому что мы по нему достаточно уверенно набрасываем. Чего о линкоре сказать уже нельзя. О, фугасы пошли. Ну, всё, всё нормально. Всё хорошо. Фугасы это одобряем. Это норм. Всё, Бисмарк, я думаю, отправляется в порт. Здесь. Ну, как? Может, конечно, и не отправляется, да? Это же Wargaming, извините. Ошибочка. Ну, наверное, со второго захода-то он так или иначе торпедками здесь попадёт. Да, молодец. Так. Всё нормально. Мы настреляли уже 100 тысяч. Разворачиваемся обратно в сторону Миссури. Надо этого товарища немножко тоже размять. А то он как-то, знаешь, слишком хорошо себя чувствует. Надо ему тоже отомстить за эти хорошие залпы. Вы можете брать здесь корректировщик вместо истребителя, в принципе. Потому что, ну, потому что можете это сделать. Но, честно говоря, такого прям стопроцентного смысла кидать на такое большое расстояние. Всё-таки мало орудий и разброс. Ну, хотя как разброс? Нет, здесь 2.05, по-моему, Сигма, если не ошибаюсь, на Зигфреде. В принципе, конечно, не так уж это и плохо. Ютланд, Миссурия, Шурацую. Все эти ребята находятся сейчас поблизости. Жанбар там почти. Почти слившийся, догорает. Забирает Ютланда. Ютланд забирает неустрашимого. И Консталейшн забирает Бриндизи. В принципе, всё пока что в нашу пользу. Миссурия сейчас красиво решил встать под островом. Ну, а мы пытаемся догнать где-то находящийся авианосец. Где-то он там всё-таки гуляет. Даём залп сейчас по Миссурии. В принципе, по идее, должны наши снаряды хотя бы долететь. Но нет, наверное, гнезинамо всё-таки его доберёт здесь. Мой младший брат. Всё, мы будем иметь хороший гешефт. Да, хороший гешефт. Но 100 тысяч дамаги, в принципе, это неплохой гешефт. 1.57 пука. Я думаю, что порядка 500 тысяч серебра за этот бой мы с вами должны были уже настрелять. Ого. Здрасте. А вот ещё один дополнительный шанс для меня домашку здесь нафармить. Здрасте. Привет. У меня гидроакустика есть, прикинь. Ну всё, теперь точно хорошо. Это ещё 1050 вдовесок к нашему заходу. Давайте посмотрим. Так. Сколько мы здесь нафармили? 406 тысяч. Всё-таки даже меньше, как я ожидал, что всё-таки будет побольше. 406 тысяч серебра за второе место в этом бою. По чисто комфорту, по игре мне очень понравился этот корабль. Он хороший, приятный. Он гораздо лучше, чем Эггер. Но всё равно, повторюсь, что Гнезинау, наверное, будет гораздо интереснее. Единственный минус, что она не фармит. Давайте, ребят, посмотрим, кто получает бонус-код в этот раз. А бонус-кодик отправляется у нас Дмитрию Павлову, который пишет, что советские лёгкие крейсера лучше, чем голландские. Я, кстати, с ним соглашусь. Ну что ж, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. С вами Турямбыч. Увидимся. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»